Биология. Тема номер 49. Мышцы и их строение функции. Строение мышц. Мышцы бывают гладкими и поперечно-полосатыми. Гладкие мышцы находятся в стенках кровеносных сосудов и многих внутренних органов. Скелетные мышцы состоят из поперечно-полосатой мышечной ткани. Они участвуют в выполнении произвольных движений. Управление работой скелетных мышц осуществляется нервной системой. Приходящие по нерву нервные импульсы вызывают мышцах возбуждение и мышца сокращается. Мышцы прочно прикреплены к костям. Это прикрепление осуществляется с помощью сухожилий, беловатых тяжей соединительной ткани, сросшихся с костью. Чаще всего оба конца мышцы прикрепляются к соседним костям, подвижно соединенным друг с другом. При сокращении мышцы укорачиваются и тянут соответствующие кости, то есть производят движения. Некоторые мышцы не связаны с суставами. Это мышцы лица или мимические мышцы языка мягкого неба глотки. Форма мышцы зависит от места ее расположения выполняемой функции. Функции мышц, а роль поперечно-полосатых мышц в организме многообразна. Они участвуют в осуществлении движения туловища, конечностей, одновременно фиксации суставов, предотвращая ненужные движения. Мышцы обеспечивают поддержание равновесия нашего тела, глотательные движения, образование звуков речи и другое. Движение возможно благодаря тому, что кости, соединенные подвижными суставами и приводимые движения мышцами, используются как рычаги. По функциональным признакам мышцы подразделяются в соответствии с производимыми движениями на сгибатели, разгибатели, поднимающие, опускающие и другое. Общий вид мышечной системы. Большинство движений туловища и конечностей осуществляются благодаря одновременному сокращению сразу нескольких мышц и расслаблению других. Основные группы мышц человеческого тела. В соответствии с местом расположения на человеческом теле и выполняемыми функциями, мышцы подразделяются на мышцы головы, шеи, спины и так далее. Большая часть мышц относится к скелетным. Они участвуют в движении туловища и конечностей. Жевательные мышцы, мышцы головы. К мышцам, не связанным костями, относятся мышцы глаз и рта. Мимические мышцы производят перемещение отдельных участков кожи, придавая лицу определенное выражение. Свою функцию они выполняют за счет того, что одним или обоим концами прикреплены к коже. Еще раз общий вид мышечной системы.